нам не нужна вот это какая-то больная химия нам просто классно вместе мы вдвоем искали взрослых отношения партнерские взрослые отношения у нас сегодня встреча с друзьями только с кешей олег общался с остальными ребятами с моей сестрой нет смысла вам при своей сестре любимой доёбывала вот она она на это обиделась нужно ну типа на меня реально тут нагнетать вот это вот все я все сказал нам нужно сделать 1150 долларов желательно к январю я общалась со своей мамы я рассказала ей про то что у меня появился ты я бы хотела чтобы ты с ней созвонился пообщался пару минут максиму тоже вот джентльмены из себя играешь взял открыл заходишь я так не делаю делаешь вдруг там это реалити здесь все можно привет приветик зашел за засосы на шее это случился конфуз небольшой так короче ты давал задание по поводу проекта а я подумал плюс уже связался с командой со своей ассистенткой вернул ее который мне проект на мой инфопродукт будем делать да мы будем делать инфопродукт я сейчас расскажу про идею я уже расписал примерно примерно уроки примерные тарифы аган с ценообразованием типа надо будет вместе подумать как ты видишь я считаю что бабки нужно забирать оттуда откуда мужа их неоднократно забирали где у меня точно уже были доходы и доходы все последние года у меня связаны с телеграмом и с инстаграмом теперь по поводу самого курса раз у нас зашел больше всего продукт про секс твоя аудитория считаю это заходит им это интересно у тебя как раз образа раскрылся такой как сексуальной леди в инстаграм и можно на этом хорошо поиграть и были бы хапится можно да 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 опять будут все мужики вот эти стримеры знаешь там которые эти лысые мужики обсуждают курсами нету там 15-летняя девочка купила и вот какой этот ужас а я не купил ну кстати один блогер который публично заявил что купил глотку и типа скоро снимет обзор а он обычно обсирает по курсы на ютубе и вот он купил мой курс и обзор так и не вышел видимо ему понравилось ну так что по новому проекту по новому проекту я считаю что он должен быть связан с сексом и на самом деле я поищу откопаю скриншоты когда люди просили запустить с тебя курс чуть глубже чем глотка вот связаны уже непосредственно это то чем ты думаешь я бы я стесняюсь от слова говорить продукт продюсировать я не стесняюсь в принципе это то о чем ты думаешь тема действительно остро и короче курс про анальный секс да когда я начал рассказывать милане о том что я хочу предложить я увидел на самом деле что искру в ее глазах последний раз я эту искру видел больше года назад когда мы сидели в кальянной и решили продавать курс по оральному сексу я тогда тоже увидел ту же самую искру она так мило начинают улыбаться и у нее глаза щурится а ослышен это так грязно но это как удача будет объяснить как это сделать так чтобы не было грязно к секс просвету я отношусь потрясающе у нас в россии в обществе в целом с этим большие проблемы люди мало знают о сексе у нас был уже опыт подобного продукта мы запускали курс по оральному сексу и это был самый продаваемый наш инфопродукт поэтому когда максим пришел с новой идеей похожего продукта я поняла что он да это то что мы искали даже знал что самый популярный вид порно это анальный секс честно как бы это не звучало высоко я хочу чтобы это был самый продаваемый продукт который мы выпустили теперь по урокам если вводно как это вижу я первый урок видения короткий буквально там минут на 15 его записываешь ты если хочешь я сяду рядом приветствия и бить из жопы да 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 то есть в этот день выйдет два урока вообще расскажем почему это выходит дальше второй урок урок от тебя твой первый опыт советы и инструкции для новичков меры безопасности до третьего может быть записан от меня как от универсала про мой большой багаж как это все начиналось вот я расскажу свой опыт ужас нужно реальный эксперт в онельном сексе может быть там игре сняка позвать больше ладно обсудим который обладает профессии по типу трубочистом мы тебя позовем никита надо тогда хорошо подготовить прогрев чтобы донести суть нашего продукта пользу все вопросы ответить и так далее блин предстоит много работы ладно максим я устал работать давай отдохнем немножко всем привет меня зовут лёша рожков некоторые меня знают как рожкова я модель 18 плюс я этого не скрываю не стесняюсь занимаюсь этим около семи лет милана не предложила сняться у нее в шоу я согласился подумал это очень прикольно для меня это был как вызов вызов самому себе потому что у меня есть такая проблемка я ненавижу себя то как я выгляжу в кадре я думаю с помощью этого шоу я посмотрю на себя с другой стороны возможно даже приму но в любом случае я уже сделаю шаг к тому чтобы скажем так принять себя какие-то свои стороны которые мне не нравятся милана нас пригласила на свой девичник безумно порадовало то что мы все были одинаковых луках все были в черном мы никто не договаривались не сговаривались об этом это было очень забавно у нас сегодня мы собрались по поводу того что чтобы обсудить очень важную тему мы обеспокоены твоей половой жизнью кеш мне кажется что пора обсудить пора это обсудить как там говорится написать все мы будем в аду гореть только я заблуд а вы суки за зависть по глазам сиротка по пизде разбойница знаем у тебя у меня семья отношения а то есть мы теперь все вокруг шлюхи а как вы вообще вот относитесь к новому закону в россии в том числе а сорокатное материнство ты такой красивый знаешь мне кажется есть сформированное какое-то мнение да я просто считаю что он как ты знаешь одним разом все государство такой типа а нахуй нам вообще какие-то новые законы от кого-то блять что подбивать когда можно это просто запретить потом нас типа не существует мы никто мы не люди запрещается пропаганда нетрадиционных ценных возможностей это страна где они просто уже не уважают права человека а уже преследует людей на основе их каких-то биологических признаков ориентации распространение информации лгбт и демонстрация в кинотеатрах фильмов пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения знаете они просто хотят заткнуть всем рты причем марсе увидели там эту статью долбоебку какую-то короче которая говорила что виновата группа тату никогда в жизни в нашем детстве вообще даже не приходил в голову девочка с девочкой пока не вышли тату они не должны это видеть в том что может быть а люди стали раскрепощенно себя чувствовать потому что это стало одобряться почти не поощряться хотя бы норм стали об этом говорить и поэтому люди стали как бы ну проявлять себя один мой внешний вид это уже нарушение закона то есть это такой абсурд в котором сейчас оказалось все лгбт сообщества в россии власть на законодательном уровне признает лгбт людей людьми второго сорта мне в первую очередь жаль всех подростков которые относят себя к лгбт сообществу которые вынуждены жить сейчас в россии не могут никак никуда уехать ребят держитесь понимаете же история не только да вот типа вели закон там о пропаганде лгбт и все и люди такие кто-то там это же в целом о жизни о будущем как рожать детей в такой а если твой ребенок родиться таким из ты знаешь что в твоем в этом государстве ему блять ну типа голова с плечи сразу же какой-то пиздец происходит честно я сама того не желаю мне кажется неосознанно побью все рекорды с этим шоу по количеству нарушений по количеству статей которые прилетят мне потом за мое реалити наказание уже до пяти миллионов авторами законопроекта выступили 400 депутатов госдумы тут и пропаганда лгбт тут и пропаганда смены пола и пропаганда среди несовершеннолетних короче мне грозит по всем последним российским законам очень много десятков лет что хочу сказать по этому поводу неплохо вот эти вот отговорки я сам до последнего думал о том что типа переехать уехать другую это вообще типа что-то за гранью невозможно на самом деле на это нужно просто решиться никто не говорил что будет легко но зато по крайней мере можно начать жить а даже в 30 даже в 35 даже в 40 да там в 50 когда ты уже на пенсии и тут это уезжает ну поэтому это все какие-то вот не вопрос денег это не вопрос денег абсолютно это просто установки какие-то неадекватные это стопы определенные барьеры в голове из-за которых ты не можешь здесь да потому что я вот когда был в барселоне я познакомился с ребятами которые мигрировали они они живут на пособие которое там дается входят в красный крест берут еду но они так счастливы они что нам мы у нас здесь хотя бы за людей нас уважают понимаешь да там в барсе преступность конечно блять но в целом как бы там людей за людей считают ты как группа тату в мире блоге да 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 потому что никто у нас из камин аутов не делал все как бы говорят мы ебемся в попу вот если перечислить типа открытых прям геев лесбиян и блогеров среди блогеров здесь звезд на но не мы не насчитаем до пяти нет ну и заново всех негей а не гей лазарев до коровы коровы там все вот эти вот понятно опять же ну все почему потому что блять даже если ты об этом заговоришь все равно тебя будут порицать там твои слушатели киркоров бы давно он бы хотел уже жить открытую жизнь потому что он уже устал как у нас дела с олегом слушай все хорошо конечно ходит разные слухи там олега прочные паблики вот эту всю грязь ну это естественно когда узнала все его подагодную и чем он занимался и как он выглядит я немножко охуела белорус уехавший после волны митинга в стране стал заниматься проституцией и тут наткнулась ты на его я вам слушай ну ты же себя позиционируешь красивой интересной бизнес в умом женщины почему ты не можешь найти себе парня по любви ну можно понять тех кто сплетничает у тебя много завистников это тоже нужно понимать ну ты урвала прям лакомый кусочек понятное дело что он 0 красивый и сексуальность такое но если речь это про отношения то важна внутренняя составляющая я не смогу в любом случае быть человеком который просто красивый это тупо ну конечно то что тупо просто невозможно не били зачем она нужна много что строится на вот этой душевной организации человека но в любом случае все же сначала смотрят на обертку и как бы все увидели что у тебя такой шикарный парень у меня как раз обертка она отпугнула потому что я увидела его не доверяешь я понимаю я понимаю потому что думала что это просто и спортинг который ездит на встречи за деньги я ему отказалась же мы общались я ему отказала удалила переписку с ним только после того как он еще раз написал там через пару месяцев и мы уже как-то мы поговорили я ему высказал это честно я считаю что ты эскортник я я считаю что в барселоне там ездишь типа за бабки с кем-то трахаешься и он мне рассказал ситуацию и мы с ним очень откровенно поговорили я поняла что это умный такой парень да он кстати вот вы не знаете в том что он в барселоне я же пошла я пошел с ним пошла пошел я пошел не имея пендера я пошло ну пожалуйста посмотри как просто вот ну вот первый там взгляд что меня поразило то что он вообще из себя вообще ничего не строил ты знаешь не было пустить мне пыли в глаза что он весь такой хорош он шел я много пиздила как обычно вот а потом мы пошли потусить и вот это знаете всегда проверочка тоже как человек тусит как он отдыхает вот такое чувство будто мы давно знакомы как-то вот прям располагает к себе но он милый такой я слушала эти аудио которые ты записывала наши подруги по поводу олега вот и попалась а вот и спайси джу слышался аудио потому что она была в барселоне и мы вживую разговаривали но аудио я слышу с вами блять ты знаешь ну я бы его конечно может быть бы и трахнула ну типа он симпотный постоянно яйца свои поправлял блять ой не знаю блять ну жарко наверное было блять поэтому яйца с потеря нет я плохих вещей не говорил не говорил она просто сказала что хочешь там с ним уединиться назовем это так назовем это так ой гад вот и возвращаемся к вопросу о полной жизни по этой причине когда олег пришел сюда не хотела чтобы выходили в один зал да я знаю что олег очень сексуальный молодой человек и целом он прям является таким вот главным типажом наверное всех геев и он нравится я уверен что он нравится всем моим подругам но я в своих подругах уверена что он нравится в пускай не совсем но я не думаю что кто-то из них попробует как-то олега отбить меня не ни в коем случае закопаю утоплю в бассейне во-первых для меня табу всегда партнер парень подруги это ее парень но подруги должны всем делиться посмотрите уши покраснели отец нет я не отрицаю тот факт что я выпрыгнул подожди ты сама мне написала что подождите подождите сама написала стоп мантов что если что если между вами что-то будет я буду не против заодно и проверишь чьи слова будет но я так не поступила и не сделала да возможно в мыслях пропустила тут маленький курортный роман между нами однодневный но я так не поступил просто это есть я настоящая подруга я могу проверить хорошо что мы сестры поэтому никто не спорит то что он очень симпатичный парень как бы у него красивое тело а мы бабы оголодавшие с мужского тела это так но на самом деле нет и он просто в принципе в целом по общению как бы ну вот он не знаешь не серая мышь не вот это вот знаешь просто сидит там молча когда в компании он старается общаться да мы сегодня общались он общался с моей мамой сегодня мы прям созванивались это было очень волнительно это какой-то такой прям большой шаг вперед когда ты знакомишь своих близких родителей родных друзей со своим бойфрендом вот я считаю что это очень круто что они это сделали у Миланы безумно классная мама она очень вкусно готовит вот и она вообще очень классная и понимающая а с его родителями когда будешь знакомиться он же не общается он не общается по моему с родителями у него там что-то он с папой общается но очень так у него родители тоже консервативные очень и они там поддерживают в принципе политику Лукашенко он тоже из Беларуси? ты из Беларуси? да у нас же тоже картофельная принцесса рассказывай что для вас идеальный мужчина что это спокойный умный сдержанный парень который шарит за все на свете который может поддержать любую любой разговор на 21 год 18 сантиметров ну понятие о членах да там по моему размере но это у всех каждому свое спокойный умный сдержанный парень который шарит за все на свете а дома ебет тебя как жесткий извращенец это все очень часто в контакте сидишь вот эти мемы инстал заработок там ну слушай если он еще и зарабатывает подожди если это все да вообще общую картину модели составит идеальную он должен работать зарабатывать либо так же как я либо больше понимаешь это же тоже история о том что вы должны быть как-то ну хотя бы на одном уровне да когда откажешь когда у тебя там дохуя денег ты можешь расслабиться это история комфорта в целом я думаю гей или бисексуал ну наверное все таки слушай гей никакой бисексуал ну типа пиздец это прикинь он так приходит и говорит слушай я тут другую полюбил ебать так то же самое может быть с мужчиной да у него здесь больше это выбор да что у него есть и женщины и мужчины ну это и все равно вы понимаете да типа я би но сплю только с мужчинами ну смешно хотеть не вредно вредно не хотеть у меня в основном все были натуралы то есть меня бесит когда вы говорите натуралы но они опривали уже не натуралы он всю жизнь они всю жизнь встречались с девушками мы же толерантные мы говорим про людей так как они сами про себя думают ну ладно хорошо они всю жизнь жили с девушками и потом уходили ко мне а это много было? ну да там список кошмар а почему вы расстались? нет почему а почему расстались мы? а с кем именно? который 4 года? блять он же люто изменял вообще пиздец и во первых я же в беларуси у меня учеба мы познакомились когда я еще в колледже учился он приезжал короче там реально такая любовь была пиздец сумасшедшая а потом просто какие-то вот пошли недомолки видимо я как-то его зацепил жестко и он подумал что скорее всего он просто не достоин меня и вот он начал ну вместе не жили потом через два года я в Питер я бросаю все в Питер приезжаю и в первый день что я вижу захожу с чемоданом блять уставший после дороги заебаны новая жизнь все думаю сейчас все заебись будет захожу и первое что я вижу лежит чувак блять левый на кровати это первое что я блять вижу когда захожу домой я захожу на кухню только сожжусь я думаю каждой женщине будет очень неприятно если вдруг она своего мужчину с каким-то геем спали ну я посидел подумал что как бы я до этого сообщал ему о том что я приезжаю я знаю о том что у тебя там происходит поэтому заканчивай там все как бы если ты серьезно настроен я приезжаю и как бы ничего не меняется я их постоянно ловлю у меня постоянно есть депрессии стрессы я мотаюсь туда-сюда каждую неделю просто Беларусь я это хавал скажем так я хавал а потом в один момент я просто решил для себя что мне нужно довести себя до такого состояния чтобы меня тошнило человека я довел себя до этого состояния я в один прекрасный момент ушел тусить с Ваней мы как раз тогда мы еще с Ваней познакомились общались только начинали общаться и потом как то мы опять в очередной раз поругались с ним позвонил Ваня это как раз Новый год был мы пришли тусить я просто не вернулся домой я вообще бывшего ударила головой в этим утюгом висок два раза были кринж отношения три года блять и как то в моменте просто там типа драка блять что то еще хватание хватает за волосы я понимаю такой знаешь он напускает ниспли слышу хруст такой знаешь я понимаю что это кулаки волос у него вот так вот в пальцах остались мои волосы а у меня челка блять у меня вот тут вот пляшак тут пляшак как уйти на работу я вообще не понял у меня блять моль поела блять но я такой в реальной жизни я в этот момент состояние состояние аффекта я понимаю что я не могу никак защититься и у меня стоит утюг и я два раза его висок бау бау блять потом мы помирились он букет цветов подарил и мы помирились с мамой типичная российская семья такая знаешь пиздец это пиздец Netflix купите этот реальность снимите обо мне фильм начала ебаться я с молодым блять за то чтобы не было таких мужиков как у Коля за серную кислоту в отношении помянуть а вот если вдруг ты поймаешь своего молодого человека на измене как это сделала алекс я к изменам просто я понимаю немножко психологии измены самой и поэтому наверное если это вот такая знаешь один разовая акция но так случилось если мне вот еще при этом важная деталь если со мной об этом поговорили все таки то есть если ты знаешь как это я спалила и человек начинает отнегиваться и даже если я ладно первое спалю мне скажут да так случилось я типа признаюсь в этом вот это полный пиздец короче если мы это проговорим я единоразовую акцию прощу мы с Олегом обсуждали эту тему и мы прямо на берегу ну вот это важно первую там неделю с ним обсудили измены и договорились на том что если кому-то из нас вдруг захочется с кем-то переспать мы только за окей главное это проговаривать я тоже так считаю но измена это когда тебе не говорят об этом измена это вот нарушение договоренности особенно когда вы это все обоговорили и потом вдруг типа выясняется это выясняется если обговорили то тем более если это было не согласовано то ну типа какой-то единый случай да может быть но если это еще и проговорили а это случилось и ты узнаешь что она вечно не согласна она на моногамном делается я на моногамном просто для меня есть такое вот почему у Насти такое и у тебя потому что вы себе даете право на ошибку то ты должен любить только одного человека если тебе хочется там с кем-то переспать получить внимание от какого-то другого человека то нужно оставить свою вторую половинку не пудрить никому мозги и спокойно идти и жить свою жизнь без этого человека потому что вы просто шлюхи и все а что ты против шлюхами много ли ты знаешь отношений где люди просто брали друг другу не изменяли знаю да обычные измены из-за этого и люди расстаются вы хотите сказать если ваш мужчина вот вы встречаетесь грубо например год подходит просто и говорит я хочу трахнуть другого или другую один раз иди и ты спокойно его отпустишь я сначала проговорю вообще это ты просто секс животный вот этот и он тебе скажет нет у меня вообще никаких чувств просто не трахнуть хочу да не работает это так мы к человеку всегда прежде любой человек работает это так 30 лет один член ссать реально я подожди я за свои 30 лет пососала членов нормально а вот представь что у тебя еще 30 лет впереди и один член хорошо если он меня любит ценит уважает мне с ним охуенно и в плане секса не будет один и тот же член ссать тоже проблем мы ногами это скучно поговорим с тобой когда встретимся у тебя будут отношения там 10 лет поговорим 30 лет в браке будешь мы на тебя посмотрим слушайте я уже думаю после 30 там дети и семья уже как бы не до гуляния знаете там мужика это вы шлюхи принимаете конечно же самая такая острая тема была про измены скорее точнее про отношение к изменам у нас завязался спор с колей в целом вот у меня миланы и у лёши достаточно такие позиции были в целом смежные схожие вот а коля прям вообще антипод был как бы хочет казаться моногамным но мне кажется что есть там свои какие-то скелеты в шкафу почему-то у меня такое впечатление ну хорошо а давайте так а саша со стороны были вообще измены а че ты на меня смотришь я бы на всех я на всех мы уже знаем что с твоей стороны были да я изменял всем своим парням всем они знали вы договорились об этом и коля такой моя теория подтвердилась ах ты блять милану я знаю давно и был не удивлен когда она рассказала историю о своих изменах ну естественно у этой суки курс глотка каких можем о чем мы можем еще говорить да но в целом как бы это ее выбор если очень странно звучит но если ей так нравится ладно окей не осуждаю но и не принимаю этого я был в шоке от того что милана сказала что она изменяла всем своим парням и когда она узнавала что не изменяли ей она сказал что типа она была первая это заебись в общем мне стыдно за это но с другой стороны нет ну слушай ну а ты изменяла как типа когда все вот прям уже плохо было или ты имеешь ввиду что просто вот типа слушай это было давно то есть у меня последние отношения закончились пять лет назад с тех пор я уже ну подросла очень сильно ментально и эти отношения когда мне было 20 лет 19 21 там изменяла да ну и потом я узнавала что тоже некоторые мне партнеры изменяли тоже я такая сука я была первая но после этого после всех этих пиздецовых отношений вот эти когда пять лет я одна прожила я как-то ну сформировала свою личность и поняла что мне нужно от отношений зачем мне вообще нужны отношения я же состоялась тогда я была несостоятельная когда у меня были отношения сейчас я состоялась я понимаю что отношения находить просто так мне не интересно чтобы найти партнеру который там меня будет поддерживать мне не интересно то есть я нашла глобальную цель зачем мне они нужны и когда ты находишь такую цель и понимаешь для чего тебе реально нужны отношения то уже как-то ну по-другому к этому относишься я отношусь к нынешним отношениям очень серьезно и видно что ты сформулировал уже цель ну так смотрится просто просто от себя удивительно это слышать поэтому у нас такое лицо мы с олегом говорим о том что мы хотим построить семью хотим свадьбу будущем и прочее у меня такой вопрос а если бы олег тебе и заменил допустим вот прямо сейчас к примеру как бы ты реагировала не это все это конец отношений мы еще договорились о том что так как у нас только зарождается отношения первые там несколькими полгода в этот период мы ни с кем не будем только друг для друга чтобы а если вот ну через полгода окей без проблем слушай ну давай если серьезно хочется сказать что я желаю вам чтобы у вас с олегом на самом деле все было классно и чтобы вы построили семью и все так круто а ты успокоилась чтобы кеша поменял соотношение к изменам блять давайте просто за вас за шлюх а это главное мама которая уже просто больше не учит но преподает ой хереновая забава вот лайк санта забава и и и и и и и слушай ну а расскажи что у тебя вообще интересно как у тебя типа на боли жизнь проходит тебе нравятся тут что-то может инсайты какие-то словил я скорее могу сказать что не нравится уже то есть правда? а почему? и это ты я тут понятно кому я нравлюсь да нет тут вот нет такого городского движа в плане вот дорог нормальных ну это правда это правда слушай а чем ты вообще занимаешься типа вот обычно то есть как твой день построен ты просыпаешься идешь в зал допустим там бегаешь по пляжу то есть ну вот да ты просто не выкладываешь ничего типа даже непонятно чем занимаешься то есть ну в разные места езжу смотрю там фотка есть такое мы знакомы с Олегом получается вот три недели как я прилетел на Бали на самом деле для меня он еще до конца полностью не раскрылся но я вижу что он стесняется да то есть для него все абсолютно новое блин страна новая отношения новые и друзья новые и поэтому ну наверное ему нужно какое-то время как здесь уже полгода и на самом деле вообще ну не полгода ну и что вы за полгода тут сделали ну типа просто отдыхаете ну поэтому как ты отнесся к тому что тебя слили показали всем это вообще никак все окей ну на меня это вообще никак не должно влиять а друзья никто тебе ничего не удивился ну настоящие друзья рады за меня типа вот я вообще на самом деле думал о том что Олег возможно не привык к нам он нас не знает он совсем из другого мира и мы какие-то абсолютно разные но мы всегда делаем первые шаги на то чтобы как-то человека притянуть к себе пообщаться мы не конфликтные классные ребята все веселые но Олег почему-то на отказ не хочет с нами сближаться дружить возможно конечно мне так показалось но все равно это очень странно насколько ты настроен к тому что вот будут комментарии будет куча обсуждений сейчас-то уже обсуждение есть а вот когда это реально будет у всех на виду вот как как ты себя чувствуешь на эту тему ты вообще думал об этом да что вообще должно на меня повлиять мнение чужих людей нет не то что повлиять я говорю конкретно про твое ощущение я не знаю это нужно каким-то слабым быть совсем ну я поняла ну понимаешь даже самого сильного человека можно сломить комментариями ну конечно да это давить начинает когда врачи да ничего не заделку что ничего не знают даже если будут знать придумают то что хотят придумают какую-то реально херню типа да что-то плохое типа ну это же хейт ну вот единственное мне приятно что вот реально друзья пишут что ну рады за меня типа вот искренне то есть такой белой завистью ну а друзья да они вообще как отнеслись то есть понятно дело что положительно потому что они любят себя как человека да но в целом до них наверное это что-то необычное такое а что необычного ну в целом формат того что ты переехал ну а у тебя вообще ну хорошо такой вопрос а у тебя ну друзья они как натурала в основном или у тебя есть тоже 50 на 50 не все к этому относятся нормально типа ну просто будет такое то что что именно с ней как бы ну медийная личность такие ну типа ничего себе а ну в шоке типа но никакой нибудь интеракции не 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 ник там дело не в ну скорее не к ориентации вопросу будет а то что ну прям с ней настолько то есть ну наверное так протонула короче ну наверно мне немного казалось что мы давим на олега потому что буквально он отвечает и буквально сразу вылетает вопрос от другого человека какой-то там его интересующий и это казалось как давление мне тоже я очень этого боялась изначально что это будет выглядеть как пассивная какая-то агрессия в его сторону и поэтому я ребятам говорил может быть мы как-то там это аккуратно это все я бы охуел если бы мне кто-то написал и типа такой я встречаюсь а типа когда например я даже переехал получается в испании да вы я планировал в барселоне оставаться и типа и такой в испании вот например вот я если оставлю место я такой ну определенно у меня есть какой-то ограниченный бюджет и я такой в испании там все пиздец как дорого там очень дорого когда как ты планировал там оставаться ну так я же не снимал там ничего мне предоставили гуманитарную помощь даешь рассказывал а я не слышал я же гуманитарную визу сделал ну так как ты планировал там работать то есть я планировал туда ну в школу поступить языковую вот и там уже легализоваться за счет этого не ну типа как же он ты планировал то есть как ты то есть что-то работать или онлайн я уже проецировал идеи бизнеса то есть вот то есть ты ехал ты вообще не понимал да как у тебя будет устроена на свою жизнь как я могу понять ну не нормально муж всякие то были уже мысли знаешь проект ты хотел это что-то реализовывать не было честно говоря я бы вас был такой застой в украине вот вот реальному уже реально за стоит вообще ну почти ничего не делал то есть ну там трудно что делать там ограниченное время комендантский час а потом я уже приехал пока адаптировался в барселоне только уже начал что-то делать там школой заниматься вот это вот все и опять же все поменялось я приехал сюда ты когда сюда летел на бали то есть какие вообще были мысли ведь вы еще не виделись с миланой то есть это вот что ты чувствовал для меня не интересно я что-то новое то есть ну я вот сюда приехал и для меня тут все новое то есть новые знакомства это вы а ты вот первое время как-то смущался то есть было какое-то такое ну неуверенность небольшая может быть вообще не потому что блин вы первый раз увиделись лично это же все равно накладывает какой-то определенный такой отпечаток того что где-то может более зажат где-то менее открыт зажимы определенные какие то есть то есть ну может этого и не видно не знаю достаточно закрыты себя очень с нами видео ну мы с вами не так много общаемся то есть ну реально я вообще даже трудно как-то что-то говорить о нас то есть а может у него есть какие-то к нам вопросы о том постоянно и вот кстати да может тебе интересно что-то о нас узнать такой ну чё шлюхи готовьте список знает вот как раз такие такой тип общения будет как-то ну по наитию я не ну не собираюсь сидеть и ну каждого из вас по очереди спрашивать кем жил допрос ну я не хочу ну мне такое не очень нравится ну я вам так скажу ну пока мне не ну не совсем интересно и так ну поверхностно знаю у вас а тебе не интересно типа нас узнать сейчас пока ну типа вот ну мне нет ряда вопрос ничего не уходим блять это вообще знаешь просто у тебя такая позиция странная ну как бы мы друзья твоей девушки и родственники а ты как-то даже типа похуй с кем она общается с кем она дружит вот как создается такое вот именно впечатление да типа ему же строить с ней отношения не с нами я не совсем был готов узнавать у каждого кто чем занимается и так далее что-то но хотел больше про себя рассказать так как о них я и так уже знаю достаточно то есть ну вне общения с ними и в тот момент мне было не совсем как-то даже ну интересно что-то у кого-то по очереди там спрашивать то есть но мне не было там готового ряда вопрос вопросов чем она тебе реально так нравится и вот вас достаточно все таки мы на вас смотрим и как-то вы и какие окрыленные с вами приятно наблюдать как за парой вот интересно что вот ты в ней подметил такого что тебе это близко и что вот вы сошлись ну она взрослая у нее взрослый разум достаточно но она такая вся статная то есть ну короче вот взрослая нету у нее уже эти все ну пройденные этапы прошли то есть ну как бы у нас все тоже но как бы у меня тоже я искал взрослые отношения на самом деле чем больше я узнаю тем больше я понимаю что все-таки он держит какую-то часть своей жизни в секрете то есть он не рассказывает про себя он не интересуется другими и как бы да нормально есть разные люди кто-то более закрытый кто-то менее но что-то меня в нем не знаю настораживает как будто бы он прячет какую-то тайну я думаю что это что-то связано с отношениями я вижу горящие глаза миланы я вижу как олег ее любит но как будто бы он что-то и не договаривает возможно своих чувствах или чем-то еще просто интересно у вас есть небольшая разница все таки и возрасте там и в доходах скорее всего еще такой тип вам комфорт вообще когда-нибудь были до этого спонсорские отношения нет сейчас они спонсорские как мы это предполагали ну вот расскажи нам интерес у тебя есть какой-то доход или у тебя накопление у меня накопление есть конкретно постоянного дохода у мне нету и на сколько хватит подругу замуж выдаем да насколько я думаю до следующего года до когда мы заподозрили когда поймали тебя в приложении у вас милана был какой-то состоялся разговор конечно состоялся все норм все окей все объяснил мы все проговорили то есть окей к стену мне понравилось что не было какой-то реакции вот это вот тупое то что она стояла на своем она меня выслушала поняла поверила мне ну я же говорю это скорее все случайно зашел ее попросил типа посмотри на мой телефон переписки там в хорнете и ну там ничего не было даже сам инициативу предоставил я же сразу сказал я вот я сам знаю что я вот чист перед собой ну то есть смотрите мы конечно потому что для почему я так спокойно смотрите потому что но я чувствую за собой косяк нужно как-то ну хоть как то это нормально абсолютно что твоя вторая половинка это не оправдывается это история о том что рассказать как есть да это не про не про правду так вот хорошо что я рассказал как есть она меня выслушала поняла и как бы ну все окей расскажи немножко прошлом о своем в плане там про твое прошлое какие-то может факты есть это вот сфера работает ритуальные услуги возможно ну кстати чувствовал себя как свои тарелки какой-то момент как-то что-то все разбежались по вилам остались я сережа и кеш мы начали обсуждать тему того как вел себя олег с нами когда мы задавали ему вопросы честно его когда он ответил типа блять мне вообще похуй на то что вы там чем я не хочу ничего очень грубо по факту он так и сказал бы не раз делали в области а в грубость а типа дело в том что он просто не хочет нас даже знать ну да он вызвал на данный момент мне похуй типа чего вы кто вы когда этот момент наступит подождать момент когда он захочет узнать нас но не хочет не хочет я так хотел сука это разогнать интересно это все просто меня прям это пиздец меня тоже подгорело ты знаешь как будто говном а почему мы тебя хотим узнать ты нас не хочешь узнать знаешь это же такая история типа наша подруга встречается с парнем нам важно знать кто она я тебе говорю а знаешь почему когда мы только первый раз увиделись он не подошел ко мне потому что ему вообще не интересно кто ее друзья и с кем она общается и вот сейчас эта ситуация видишь надо это был знак интересно как у них отношения внутри пара да блять сто процентов она в розовых очках она влюблена в него и скорее всего какие-то мелочи она просто не придает им значение она просто не придает им значения сто процентов сейчас просто влюблена и такой зачастую с каждым бывает и когда все вылезет когда все вылезет она будет страдать от этого всего да и такая а что вы мне сразу не сказали Мы еще не знаем, что нас ждет после того, когда это все выйдет, и мало ли кто-то из его каких-нибудь знакомых что-то понабрасывает, и вообще будет какой-то пиздец. Прикиньте, а если, а вы просто представьте ситуацию, все вылазит, выходит шоу, и на него какая-то инфа, пиздец, будет вот это будет крин. У него нет никакой инфы, какая может быть инфа, мы не знакомы, может быть там в группах участвовал со старыми дедами. Ну, кого это ребят, это же было в прошлом. Странная история, когда он говорит, типа, а у меня есть там доход, подожди, он встречается с ней уже больше месяца, да, хоть бы цветы купил, реально, ни букета не было, ничего. Вообще ничего, а у нас разве спонсорские отношения? Да, понятно, что это не задело. Правда, думаешь? Возможно, я ошибаюсь, ну, короче, странно, честно. Короче, все понятно. И вот это вот то, что он, блядь, первый раз такой чел в лоб, говорит, мне вообще похуй кто. Она в розовых очках, потому что она влюблена, и поэтому он сейчас может, в принципе, ей манипулировать, как хочет. Знаешь, что в начале штаба, когда не хочется свой мир с кем-то делить, он только для вас двоих. Что за бред, блядь, сколько нам лет? Ну, блядь, элементарно встретиться, пойти куда-то гулять. Это, типа, нельзя происходить в ресторан, куда-то. Ну, один раз только вот. У нас большая компания, мы все друг с другом общаемся, и нам всем комфортно. Типа, если тебе не комфортно, то, ну, поговори с нами тогда, почему тебе не комфортно? Знаешь, желание как-то вот больше тянуть его к нам, общаться, ну, как-то так. У меня было желание его узнать искренне, типа, мне интересно, я сам подошел с ним познакомился, там, и так далее, потому что это парень, блядь, мои лучшие подруги нахуй. Это не обсуждается, он, значит, для меня тоже важен. Ты так же можешь доверять ему, как и, ну, видимо, нет. А так уже все. Ну, да, тем более, с таким отношением. Он твой просто, он реально не понимает, что он сейчас сделал. Чувство, как будто я говна поел, блядь. Да, есть такое неприятное ощущение, на самом деле. Да, ужасное. Ладно, похуй, чё, ему с этим жить не нам. Нам с ним детей не крестить. Да. Да. Кстати, я с твоей мамой познакомился. С моей мамой? А как, что, когда? Зай, подожди, а ты думал, что мы родные? Да. Мы двоюродные. Шок-контент! Какая сейчас серия? Я вообще тебе так сейчас скажу, я не знал, что ты сестра Миланы. Да ладно. А когда ты это узнал? Я об этом узнал только буквально дня четыре назад, то есть, ну. Олег не знал даже, что я сестра и думал, что общался с моей мамой, а это моя тетя, оказывается. Оказывается, что мы двоюродные. Ну, я с твоей тетей познакомился, она очень-очень красивая. Как? Можно катнуть, пожалуйста, всё. Можно, пожалуйста, катнуть, чтобы это не было неловкости каких-то в семье. Нет, Олег, вот всё больше секретов для тебя открывается. Не надо ломать мой кровать шахерезады, я умоляю. А ты как часто диджеишь? Я сама сейчас особо, ну, типа, я не могу назвать просто это полноценным диджеингом. Мне просто это интересно, я очень люблю музыку, и я вот наконец-то к 20 годам поняла, что вот это мне правда хотелось бы этим заниматься. Тебе 20 лет? Да, мне 20. Ты ещё и мой возраст не знал. Ты вообще ничего обо мне не знаешь. Видишь, как... Ну, я говорю, надо же поспрашивать. А говоришь, спросить нечего. Вот видишь, сколько вопросов возникает. Ну, вот именно... Да. Вот так. Так оно и должно быть, то есть... Итак, резюмируем. Я двоюродная сестра Миланы, мне 20 лет. А я троюродная сестра Миланы, мне 27. И мы такие все родственники, оказывается. Олег такой, боже, я думала, вы друзья. Это просто она не знакомила, она не представила вообще... Ну, это да. И ты ничего не говорила. Я, кстати, много раз говорила, что я сестра, по-моему, на каких-то общих. Но он, наверное, думал, что ты шутишь, что типа... Нет, нет. Мы, да, мы реально сёстры. Вы все вместе держитесь. Как бы, ну, я с Миланой, она с вами постоянно. У нас такое, да, комьюнити. Да, я очень рад. Нужно поближе узнавать её друзей. Это тоже полезно. Ну, мы с тобой и так знакомы. И сестёр, например. Может быть, сестёр узнавать. Может быть, да. Или лучших друзей. Что мы там вообще сфоткать делаем? Давайте, да, сфоткаемся. Или что нам? Что нам нужно? Никита, ты сфоткаешь нас? Ну, всё, у меня уже сейчас тренировка. Да, давай, всё. Мы вечером ещё увидимся. Давай, да. За сегодняшние разговоры с Олегом я решил отомстить ему и скинуть его в бассейн. Я попросил ребят, чтобы мы подстроили, чтобы они стали как-то ближе к бассейну, чтобы я смог это сделать, потому что он борец. Никто не знает, что бы он мог сделать, ударить меня, завалить меня. Вот. И я с таким огромным удовольствием это сделал. Я был так счастлив, когда увидел его в одежде, в бассейне. Всё, пока-пока. А я знал, что вы не просто так. А зачем? Это мой счёт? Блин, Олег. Олег, ты получался на установке. Ты получался на этой машине. Ты получаешься на эту машину, что это не просто так. Ты чёрт возьми. О, мой Бог. Будешь знать, как обижать нас. Бич? А, ближе. Просто две крисятины такие. ЖЕЕЕсть. Офигеть. У меня тебя полна, вкусно, Молее бит. Побежала. Да я еще раз обнимусь с тобой. Жесть. Это было эффектно. Эффектно, но, конечно, по-кресиному. Я бы такое не простила. Ты не хочешь пизделееву дать? Куда его мне? Как красная тряпка. Коля, блядь, запрись где-нибудь. Не ныгнись только. Олег, сегодня тренировка в бассейне. Сегодня у нас плавание. Синклонное плавание. Ручку вверх, ножку вниз. Коля, у тебя страховка действует? Реально, Зая, если он тебя поймает, тебе страховка понадобится. Что происходит вообще? А я говорил, приезжай сюда, можно поплавать. Курица, блядь. Даже не пришлось. Я была первая, блядь. Суициднулась, малышка. Суициднулась, малышка. Я понимаю, страшно убегать. Все такое, вдруг догоню. У меня. Я уже сам сделал все характеристик. Многие сейчас в Телеграме обсуждают наши отношения с Олегом. И многие предполагают, что я нашла Олега исключительно для реалити. И значит, вот пройдет шоу, мы с ним расстанемся, но ребят на самом деле нет. Помнишь, я говорила, что хочу познакомить тебя с мамой, с твоей... Да, но я такое волнуюсь немного. Она у тебя добрая? Ну все окей? Она добрая, да, все в порядке. Я с мамой волнуюсь. Я так благодарна своей маме. У нас были ссоры, непонимания. И в какой-то момент мы просто откровенно обо всем поговорили. И вот уже несколько лет мы с мамой общаемся очень тесно. И я откровенно рассказываю о своей, в том числе, и личной жизни. Именно поэтому она так хорошо отреагировала, когда узнала, что у меня появился парень. В общем, она готова к звонку. Поэтому я бы хотел, чтобы пару минут пообщался с ней. Ну окей, блин. Волнуйся так. Давай наберем ее. Ну пообщайся ты с ней сразу, типа... Переживаешь? Ну такое, да, есть. Алло? Алло, приветик, мам. Приветик. Ты прям подготовилась, накрасилась, свет поставила. А у меня же рабочий день. Ответ у меня просто это лампа настольная. Потому что у нас же такой, как сейчас, такой период, что у нас все время какие-то сумерки. Понятно. Как у тебя дела? Все хорошо. У тебя как? У меня отлично просто. Я хотела тебя познакомить с Олегом. Я тебе рассказывала про него. Давай, знакомь. Он стесняется немного. Здравствуйте, меня Олег зовут. Добрый день, меня Ирина. Вы очень хорошо выглядите, класс. Я думаю, если вы с ними инициативу познакомиться, то, наверное, вы не очень стеснитесь. Про человека. Ну, конечно, такой все окей. Просто волнуетесь немного. Ну да. Как у вас дела? У нас все хорошо, все замечательно. Мы в основном... Мы играем с Олегом постоянно здесь. Сиграем, трахаемся, наступаемся. И трахаетесь, да, наверное? Ну, иногда в бассейне, да. В основном сериалы смотрят. Ну да. Что, даже никуда не выезжаете? Ну, по выходным там куда-то потусить, погулять. Ну, Милана гулять не очень любит. То есть, ну, я как-то больше гуляю, в зал хожу. То есть, ну... Я думала, ты ее хотя бы вытащишь из дома. Ну, я думаю, скоро начну уже, да, этот вопрос поднимать. Ладно, мам, давай еще с тобой созвонимся. Каждый мужчина, наверное, надо привыкнуть. Ладно, давайте, пока, счастливо. Надеюсь, что у вас будут хорошие отношения. Спасибо, моя саша. Что вы будете уважительно и полюбившись друг к другу. Давайте. Спасибо, я рад с вами познакомиться. Всего вам хорошего. Да, мне тоже очень приятно. Пока. Селую, мам. Пока-пока. Мне мама ее понравилась. То есть, такая довольно-таки красивая женщина. Приятная, такие добрые глаза у нее. Как же Олег нервничал. Это было очень заметно. После того, как мы уже положили трубку, он подошел ко мне, говорит, я так переживал, я так нервничал. Я, наверное, что-то не то сказал. Короче, Олег, прям лапочка. Слушайте, обсуждали Милану, и вот, как говорится, вспомнишь оно, тут и оно, блядь. Кеш, приветик. Слушай, я не могу приехать, пожалуйста, на часок хотя бы. Тут, короче, Олес, Виталик, курсов, детей прислали. Зай, мне твоя сумка. Ариан, сука, это пиздец. Положи мою сумку. Блин. Ебан. 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 Ебан.